Трезвость это естественное состояние человека, все мы рождаемся трезвыми, а все это остальное это просто информационная программина, которая нас убедила в том, что это необходимо пить, что нужно пить. У нас на минуточку только в прошлом году было пропито и прокурено 4 триллиона рублей, Ольга, это 18 крымских мостов. Случилось что-то у вас хорошее? Надо обязательно выпить. Отметить. Да, случилось что-то плохое? Надо выпить. Ничего не случилось, все равно надо, потому что пятница. Скучно. 1 января я решил провести такое мероприятие спортивное. В администрацию прихожу, говорю, согласуйте. Они начали для меня смеяться. Да 1 января, да кто к вам придет? Все пьют. Учитель математики, учитель труда, учитель физкультуры. А вот об учителях трезвости вы наверняка еще не слышали. Мы решили восполнить этот пробел и пригласили в студию руководителя общественной организации «Трезвый Ярославль» Алексея Горохова. Доброе утро, Алексей. Доброе. Ну что ж, хочется узнать, кто же такие учителя трезвости и самое главное, где они преподают? На сегодня это идейные люди, которым не безразлична судьба нашего Отечества, которые работают в деле утверждения сохранения трезвости в учебных заведениях на добровольных началах. Трезвенческое движение России – это те люди, которые хотят изменений в социальной сфере, именно отрезвления общества, которые люди понимают, что сегодня, отрезвив население, мы решим буквально практически все вопросы, и у нас настанет преддверие рая на земле. И люди проходят методику обучения, обладают базовым педагогическим образованием и преподают в университетах, в школах. То есть нас приглашают, и мы с удовольствием приходим. В майские праздники мы организовывали обучающий слет, он так и назывался «Стань учителем трезвости», где съехались люди в более чем 40 городов, это от западных окраин до восточных границ. Это люди, которые захотели пройти методику обучения, которую люди сами уже живут в трезвости своей естественной, но им оказалось этого мало, хотят нести вот эту информацию, вот этот свет дальше в своих городах. И меня приглашали как наставником, мы работали с этими людьми, там порядка 150 учителей было потенциальных, то есть новых. И давали теорию трезвости, и вот эти люди уже сами, разделившись на группы, уже и на практике отрабатывали уроки. Так что у нас за майские праздники стало на 150 учителей больше. Алексей, неужели нельзя выпить бокальчик просека в пятницу вечером? Насколько важен отказ от алкоголя, и всем ли он важен? Ну здесь даже отказываться-то нечего, это просто чуждый элемент для нашего организма. Трезвость – это естественное состояние человека, все мы рождаемся трезвыми. А все это остальное – это просто информационная программира, которая нас убедила в том, что это необходимо пить, что нужно пить. Вы же, Оля, девушка, вы должны сохранить репродуктивную функцию свою для будущего потомства. Вот почему в древней Индии, например, девушкам, которые употребили, даже пусть по пятницам, да, разово где-то алкоголь, им выжигали на лбу бутылку, да, в виде бутылки делали. Почему? Для того, чтобы мужчина видел и понимал, что эта девушка может дать больное потомство. И сейчас в Индии на минуточку более полтора миллиарда населения. То есть какой фундамент они для здоровья своей нации сделали? То есть они такими, ну, я бы сказал, все-таки варварскими методами боролись за трезвость. Да, мы уроками трезвости не выжигать ни в коем случае, конечно. Мы доносим с помощью информации правдивой. Сейчас даже после эфира останемся с Ольгой, поговорим. И с вами Сергей еще поговорим. И вы придете к своему естественному состоянию. Если бы, Ольга, вы приехали на наш образовательный слет в Рязань, вы бы приехали другим человеком. Забыли бы про саке и вернули бы свои естественные трезвости. Я вас уверяю. Вся бы вот эта мишура у вас бы отпала. Все эти ложные убеждения вы сказали, господи, вы сказали. Какая же была наивная. Слава богу, что вы мне открыли глаза. Так оно и бывает. Я всегда говорю в таких случаях с добрым утром человеку, когда человек начинает что-то понимать, да, под влиянием информации правдивой. Потому что полемики не выдерживают те люди, которые... Вся манипуляция алкогольно-табачного маркетинга построена на лжи. Понимаете? Вот. А мой ложь разрушается. А мой ложь разрушается, да. Разрушители... Молотом правды. Стереотипов. Супер. Несете, в общем, в мир разумное, доброе, вечное. И я знаю, что стали соавтором статьи «Уроки трезвости» в образовательных организациях. Это значит, детям теперь будут преподавать такую дисциплину в школе? 20 апреля в Белгороде был международный научный форум. И мы выступили с докладом, совместно написали статью научную, совместно с доцентом кафедры педагогики психологии Елизаветы Изотовой. Называется «Разработка и внедрение уроков трезвости в современную школу». То есть мы обозначили проблему и решение этой проблемы через уроки трезвости. Самое главное, мы описали, чем отличаются наши уроки трезвости от так называемых уроков профилактики. То есть мы не про запугивание, мы не запугиваем людей, что это вредно и так далее. Это и так все понятно. Мы, во-первых, работаем с сложным убеждением в отношении интоксикантов, которые искусственно насаждаются в нашем обществе заинтересованными людьми. У нас на минуточку только в прошлом году было пропито и прокурено 4 триллиона рублей, Ольга. Это 18 крымских мостов. И 10% этого бюджета алкогольно-табачные корпорации платят на пропаганду. За рекламу, да? Да, ну как бы реклама у нас официально запрещена, но тем не менее есть другие элементы обхода, так называемая скрытая реклама, но скрыта она только для тех, кто не понимает, как работает маркетинг. Для тех, кто в теме, это просто очевидная, такая навязчивая, агрессивная реклама. Ну, пример какой-нибудь. Пример. Фильмы мы все смотрим. Процентов 90 всех фильмов с интеграцией алкоголя. То есть, это не просто так, это манипуляция общественным сознанием. Когда режиссеру заплатили деньги алкогольной корпорации, они туда сцены с питьем, с курением, то есть, формируется модель поведения для нашей молодежи, для нас, так называемые рефлексы. На каждую ситуацию, случилось что-то у вас хорошее, надо обязательно выпить. Отметить. Да, случилось что-то плохое, надо выпить. Ничего не случилось, все равно надо, потому что пятница. Скучно. Да, то есть, как собачек Павлова просто натаскивают, грубо говоря, через информационное программирование, ну, или беструктурное управление. Ну, проще сказать, там, зомбирование, вот таким вот образом. Да. Песни прослушаем все. Вы слушаете с текста песен? Конечно. Вот еще раз послушайте, все наполнены процентов 70 с интеграцией алкоголя, табака. Понятно, что не всем деньги платят, да, может, там, в меру непонимания своего человека об этом понять, но, тем не менее, это программирующий фактор. Блогеры, большинство блогеров работают на алкогольно-табачный маркетинг. То есть, им платят деньги, они делают, там, обзоры, свои, там, видеоклипы интегрируют и так далее, и так далее. То есть, задача манипулятора сформировать информационное поле, в котором мы живем, и убедить нас, что все так делают, что это расслабляет, что это веселит. То есть, формирование ложных убеждений идет. Даже есть такое стихотворение. Чешут нам это русские обычаи, ложь пихают с экранов нам уши, и становятся легкой добычей неокрепшие русские души. Меня, кстати, как-то зимой приглашали на пробежку «Трезвое Ярославле». Я, к сожалению, не смогла принять участие, но очень интересно узнать об этой акции, цели, и кто смог принять участие. 1 января – это самое узнаваемое мероприятие у нас в городе стало. В этом году была 10-я юбилейная пробежка. И когда я 10 лет назад задумался, думаю, хорошо, я живу трезво, это хорошо для меня, для семьи, для моих детей, но этого мало. Я захотел, в первую очередь, почему? Потому что мы все живем в социуме и друг от друга зависим. Я не хочу, чтобы было пьяное на дороге, преступность вот эта повышенная, все эти негативно-социальные последствия. Я захотел изменить общество. Думаю, почему нет? И в своем городе 1 января я решил провести такое мероприятие спортивное. В администрацию прихожу, говорю, согласуйте. Они начали для меня смеяться. Да 1 января, да кто к вам придет? Все пьют. Действительно, 10 лет назад, вспомните, 12 лет назад, 1 января выходишь, как будто город умер. Вымер просто. Сейчас, представляете, выходишь 1 января, город живой, машина ездит, все за рулем, дети счастливые, взрослые, понимаете, социальные процессы идут. И меняют их простые люди снизу, инициатива от народа идет. Мы не прижимим никаким партиям, ни к ревизионным конфессиям. Просто вот эту тему двигаем на свои средства, на свое свободное время. Вот и объединяются эти люди в один такой созидательный кулак, те люди, которым людям безразлична судьба. То есть получается, что вы фактически против вот тех алкогольно-табачных магнатов боретесь своими личными примерами и вот своими акциями. Против, да. Ну, как я их называю, это социальные паразиты, которые обществу нашему не несут ничего хорошего. Это только разрушение, смерть, повышенный преступ на дефективно рожденные дети и много всего прочего. И, пользуясь моментом, всех приглашаю на Соберфест, на фестиваль трезвости, который у нас проходит, Ольга, также каждое лето. Сотни участников, это такой семейный хороший праздник. Мы выезжаем с палатками на два дня на берег Волги и проводим это мероприятие весело, интересно, использовать для тела и души. Фестиваль трезвости. Ну, это же так на западный манер, нам сейчас закон даже запрещает об этом говорить, просто Соберфест. Собер? Собер, да, трезвость. А Собер это трезвость? Ну, теперь мы знаем, во-первых, обогатили свой лексикон и словарный запас. И какого числа? 1-2 июля. 1-2 июля. То есть макушка лета такая, получается. Макушка лета, да. То есть это такие тематические площадки, будут разные, вечером концерт, музыкальный салют, в общем, все как полагается. И ни одной из стопки. А для чего? Вы приезжайте, Сергей, Ольга, приезжайте, мы вас научим веселиться на трезвую голову. Вы вспомните, что такое веселье в трезвости, как в детстве уже вы веселились, не грустили уже по пятницам, правильно? Без саке и другой отравы. Без просек. Согласен. Ну, как вы? Тебе немножко Алексей в свою веру тебя обратил? Очень заинтересовал. Я обязательно его посетила на мероприятие. Спасибо. Ну что ж, друзья мои, у нас в гостях был руководитель общественной организации «Трезвый Ярославль» Алексей Горохов. Разговаривали мы о том, насколько позитивно, насколько выгодно и насколько правильно исторически быть трезвым и вести трезвый образ жизни. Если фундаментом нашему дому в нашей стране будет трезвость, а фундамент будет прочно стоять на твердом грунте морали трезвости, то такому дому не страшны никакие стихии и кризисы. Наша страна будет более великой, богатой и процветающей, а народ в ней более добрый и веселый. АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова